Как ни парадоксально звучит, но с каждым днём человечество всё больше и больше скатывается в каменный век. Ведь многие из нас предпочитают за пазухой держать камень, а то и булыжник. Здравствуйте, в эфире добро пожаловаться, и я Олег Кусачёв. И сегодня герои программы, как обычно, докажут, что им нечего скрывать. И свои камни они публично бросают в огород обидчиков. Полезного и приятного просмотра. Многие серьёзные, крупные руководители ошибочно полагают, что именно они следят за порядком в своей организации. И только рядовые уборщицы точно знают, кто на самом деле следит за порядком. Разговор о чистоте и на чистоту продолжит Арина Малиновская. В чём яркое сходство между расклещиком объявлений и псом? Ни один, ни другой не могут спокойно пройти мимо столба. Тёзка русского классика, минчанин Фёдор Михайлович Ларионов не может спокойно пройти не только мимо столбов, но и стен. В отличие от писателя, наш современник борется не за чистоту русского языка, а за чистоту улиц. Это нелегальщина вся, которая нарушает закон о рекламе, процветает всё больше и больше. Дипломированные ясновидящие арендодатели койко-место, борцы с клопами и тараканами, ростовщики вдол, покупатели волос, продавцы воздуха. Ни счастья тех, кто продвигает свой неказистый бизнес через несложный маркетинговый приём. Расклейка объявлений везде и всюду. Я общался с коммунальными службами, они говорят, ну мы что можем поделать? Мы вот сдираем их и прочее. Простите, а почему сдираете вы коммунальные службы, если там указан номер телефона? Вот я говорю, у меня вот есть, когда я к вам шёл, я по пути вот одно объявление снял, второе объявление снял. Тут у меня их много. Много воды утекло с тех пор, когда добро пожаловаться впервые коснулась темы серых объявлений. Но ВОЗ и ныне там. По-прежнему по старинке у нас на борьбу с этим злом отправляются коммунальщики с ножом, ацетоном и тряпкой. Где вы, товарищи, которые занимались вопросами рекламы, соблюдения закона рекламы? Горосполком, АУ, прокуроры, где вы? Приведите его в порядок. Заставьте его вымыть, вычистить. Из нарушения рекламы оштрафуйте. Почему вы не слетите за городом? Город зарастает этой грязью. Нельзя сказать, что только у нас, простите за сленг, почкуны процветают и ничего не боятся. Есть они везде. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе предусмотрена статьей 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Притоколы по данным основаниям могут составлять должностные лица органов государственного контроля, а также Министерство торговли Республики Беларусь. Административные дела по данным основаниям в праве рассматривать суды и непосредственно комитет государственного контроля. Итак, статья есть, казалось бы, дело за малым. Находишь незаконное объявление, фотографируешь его и отсылаешь нарушителю штраф. Увы, все просто лишь в идеале. В силу специфики рассматриваемых этих административных правонарушений, очень тяжело непосредственно установить лицо, размещающее данную рекламу, доказать его вину, ну и, как правило, законно и обоснованно привлечь его к ответственности. Действительно, кто виноват? Руководители организации, чьи координаты указаны в объявлениях, или непосредственно расклейщик? Ведь именно последний есть нарушитель. А если он сезонный сотрудник или разовый, как его привлечь и в целом? Чтобы кого-то наказать штрафом, надо этого кого-то поймать на месте правонарушения, что называется «за руку». Заметим, что наказание за подобное деяние достаточно сурово. Если брать именно нарушение закона о рекламе, то на физическое лицо шраф налаживается в размере от 5 до 30 базовых. Если брать юридическое лицо, от 20 до 50 базовых. Что касается, если уже привлекать лицо непосредственно за повреждение имущества, вызванное вот этим размещением рекламы, то до 50 базовых. Наша действительность показывает, что не сильно боятся суровых финансовых мер расклейщики. Это понятно. Объявления в газетах, радио, телевидении, интернете стоят денег. А здесь все бесплатно, безвозмездно. И поэтому жадность легко побеждает страх быть пойманным за руку. В итоге у коммунальщиков остается лишь такой метод, как увещевание. Больше проводится какая-то информационная работа. Ну, не более того. Естественно, работниками Ремавтодора, работниками жилищно-коммунальных служб производится очистка этих и фонарных столбов, и стен зданий. Ну, естественно, люди тратят свое время. Итак, проблема есть. В очередной раз мы ее озвучили. Даже привели чужие способы борьбы с нелегальными рекламными листовками. На наш взгляд, вполне приемлемыми и доступными в наших условиях. Но, похоже, наши чиновники наивно полагают, что для того, чтобы добиться идеальной чистоты эксперимента, его надо проводить чисто теоретически. А теория в чистом виде, без практики, как мы знаем, мертва.